Здравствуйте! В данном видеоролике я хотел бы вам рассказать, как самостоятельно сделать светильник с лампой полезного освещения для птицы, а именно для эритермного облучения ультрафиолетовыми лучами птицы и другой живности. Для этого нам понадобится старый плафон. Возможно, у вас есть готовый уже плафон дома. Если нет, то потребуется и перегоревшая лампочка энергосберегающая. Из нее мы достанем плату, а из плафона мы достанем цоколи. Также нам понадобится моток проводов, специальные клипсы для подключения платы к лампе, ножницы, изолента, отвертка, штекер, таймер. У кого нет таймера, можно воспользоваться обычным переключателем включения-выключения освещения. Ну и, конечно же, сама лампа эритерная, которую мы будем вставлять в светильник. Как нам разобрать лампу? Лампа обычная у нас, как я говорил, энергосберегающая. Мы ее достаем из коробки. Эта лампа уже перегоревшая и не подлежит дальнейшей эксплуатации. В основном у лампы перегорает сама вот эта колба. Пайки здесь перегорают и она выходит из строя. Как открыть? Аккуратненько прощупываем, где застежка. И открываем. Проводки отрываются от соколя. Легко. Вот такая штучка нам не нужна уже. У нас здесь вот такая микросхема. Плата, как правильно сказать. Плата, наверное. С разными там предохранителями, стабилизаторами, что там есть. Я не электрик. Вот от этих контактов. Медные провода от четырех контактов мы откручиваем. И эта плата у нас готова к дальнейшей эксплуатации для изготовления лампы полезного освещения для птицы. Итак, продолжим. Я все снимаю с перерывами, потому что после работы пока всех покормил, начал снимать, сам не пожрал. Вот такая микросхема. Плата получается из лампы энергосберегающей. И вот такие из плафона, которые перегоревшие и испорченные, он не работает. Я достал цоколи для подключения лампы. Сейчас мы вот такими коннекторами, вот такими коннекторами будем подключать вот на эти штекеры контакты. Это все очень легко. Можно купить в магазинах электротехники. И они очень легко вот так одеваются. Вот так. Оп. И все. И с другой стороны тоже. Вот эти синие провода у нас будет, это питание, плюс-минус, от вилки. Вилку уже я приготовил от провода. Вилка обычная. Вот такая обычная вилка. Это все я подключаю. И провода, вот эти края от этих контактов, буду подключать к вот этим цоколям. И потом постараюсь это все как-нибудь закрепить на таком самодельном тоже плафоне из светильника, который тоже не гоже. Вот такой отражатель. Вот я попробую в него вставить вот сюда лампу, закрепить модуль вот этот, заизолировать его как-то. И будет у меня полноценный плафон. Так, я сейчас буду пытаться собирать и уже покажу вам готовую лампу. Итак, ну напоминаю еще раз, чтобы не судили, не писали ничего. Я не электрик. Сделал, в общем-то, я светильник. Вот у меня провод. Сейчас я переверну, чтобы это было видно, как я тут еще намутил. В общем, провод питания вот так подходит. Вот. Я приклеил на двусторонний скотч, обмотал изолентой, чтобы не пыль там ничего, не прикасался к алюминию, конечно, чтобы там не замкнула микросхема эта плата. Вот на вот этом деле будет... Вот это я все, конечно, бороду всю обрежу. Вот будет засверливаться этот светильник, будет вот так висеть. Висеть вот так светильник будет. И вот там лампа. Итак, сейчас мы лампочку зажжем. Розетку освободил. Оп! Что там у нас? А у нас там ультрафиолетовое освещение. Вы видите? Все работает. Без всяких стартеров, дросселей. Вот пока птица спит, решил включить. И как раз вот будет на кровать. Вот. Кошки пусть загорают. Сейчас самому лечь можно. О, все подоболучения. Хотя сквозь шерсть ультрафиолет не проникает. Вот так я установил лампу. Сейчас я подключу через таймер к электричеству. Так, таймер я поставил. Поставил таймер. Включаться на 7 часов. Выключаться на 9.22. Потом включиться в час. Выключиться в 15.20. Он включится в 6. Выключиться в 8.15. Так как необходимо включать на 6 часов в сутки птицы напольного содержания на высоте 2.20. Как раз у меня 2.20. Это мой рост. И как раз вот выше 6 часов. Я сделал с запасом, потому что площадь помещения у меня, конечно же, больше. Чтобы через дверь, вот через решетку освещало и курочек. И освещало индюшечек. Конечно, вот освещать там в угол забились молоти, индюшиные. Вот получилось мне включить только кверх ногами таймер. Включаю сейчас на режим его. Он. Вот лампа заработала. Поближе сейчас мы посмотрим. Пока она он, для примера. Вот лучи идут такие. Ультрафиолетовые, сиреневое освещение, неоновое. Ну и вот лучи должны, конечно, попадать вот вниз. И, конечно, вот на курей будет тоже попадать. В дальнейшем, конечно... Ну, посмотрим, как будет от этой лампы. Я надеюсь, не зря приобрел данный девайс и потратил время на изобретение вот такого светильника. Применяйте всевозможные доступные полезные вещи, потому что на птицефабриках, ну, я думаю, такие лампы, наверное, устанавливают. Всем удачи, успехов вам!